В мире технологий Sony всегда была особенной компанией. Она не просто создавала устройства, а творила легенды. Помните 2003 год? Тогда на рынок ворвался Sony Ericsson T610. Это был настоящий прорыв. Представьте себе, цветной дисплей, встроенная камера, поддержка Bluetooth. По тем временам это было что-то невероятное. T610 стал настоящим хитов, заставив понервничать даже таких гигантов, как Nokia и Motorola. Ну а настоящая революция произошла в 2005 году с выходом Sony Ericsson K750. Этот телефон был просто везде. Казалось, его купил каждый второй человек на планете. И неудивительно, K750i был настоящим шедевром. Камера на 2 мегапикселя делала такие снимки, что даже сейчас они выглядят весьма неплохо. А еще он поддерживал 3D джава игры. Но Sony не останавливалась над достигнутым. В том же году вышел V800 Volkman. Телефон для настоящих меломанов. Он взял все лучшее от K750 и добавил крутой музыкальный плеер. Это был настоящий прорыв. К сожалению, золотой век Sony Ericsson продлился недолго. В 2007 году Apple выпустила свой первый айфон. И мир изменился. Sony не смогла быстро адаптироваться к новым реалиям и начала терять позиции. Но знаете, что они не сдались. Sony предлагает сегодня достаточно интересные модели. И поверьте, им есть чем удивить. Xperia 5 совершенствует идею компактного флагмана и продолжает идти против общепринятых тенденций благодаря соотношению 21 к 9, отсутствию вырезов, аудиоразъему 3,5 мм и слоту для карт памяти MicroCD. Эта модель оснащена новой популярной фотоматрицей XMORE-T, впервые представленной в Xperia 1 в начале 2023 года. Сердцем Xperia 5 является процессор прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sony внесла некоторые обновления в систему охлаждения серии Xperia 5. И теперь телефон нагревается меньше, чем его предшественник. Телефон представляет собой типичный Xperia с множеством встроенного профессионального программного обеспечения, ориентированного на авторов, а его аккумулятор емкостью 5000 мАч работает почти два полных дня. А вот Sony Xperia 1 Mark 5 – один из новейших телефонов Sony, и это безусловно шаг вперед по сравнению с предшественником, во многом благодаря улучшенному сенсору камеры. В нем также улучшили программное обеспечение, чтобы выделить больше деталей в тенях и осветлить снимки при слабом освещении, а также добавили больше гибкости в ручные режимы съемки. В общем, это лучший телефон Sony для фотосъемки на сегодняшний день. Автофокусировка по глазам работает блестяще, а диапазон масштабирования значительно лучше, чем мой iPhone 14. В целом, это также отличный телефон. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает быструю и плавную работу, отличный звук из динамиков и разъем для наушников, а сдержанный взгляд на Android делает интерфейс чистым и простым. А вот следующий смартфон не самый лучший из Xperia, но вероятно самый профессиональный. Sony Xperia Pro 1. Этот смартфон внутри компании Sony зовется просто камера, и не просто так. Устройство оснащено той же матрицей, которая установлена в отмеченной наградами компактной камере Sony RX100 Mark 7. Основная камера на 12 Мп имеет две настройки диафрагмы F2.0 и F4, а также невероятно огромные пиксели, на которые попадает гораздо больше света. В этом телефоне собрано все для любителей фотографий. Появились новые приложения Videography Pro, а также знакомые нам не понаслышке Photo Pro и Cinema Pro. По части функционала смартфон Xperia Pro повзаимствовал почти всю набивку Xperia 1, и это неплохо. На борту Snapdragon 888 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Есть доступ к Micro CD, а также аудиоразъем 3-5 мм. Телефон защищен от воды и пыли по стандарту IP65-68. Цена на Xperia Pro 1, конечно, кусается, но за свои кровно заработанные деньги вы получаете один из лучших камерафонов от Sony. Еще одним интересным представителем стал Sony Xperia 1 Mark 4, который имеет некоторые уникальные функции, которые делают его идеальным для профессиональных создателей контента. Одной из таких функций является настоящий оптический зум с телеобъективом, перемещающийся между 3,5 и 5х, без необходимости использования цифрового зума. Также есть запись видео 4К и 120 кадров в секунду, функции для потоковой передачи мобильных игр, лучшая батарея и великолепный 6,5-дюймовый дисплей. У него может быть придирчивый сканер отпечатков пальцев, но Sony Xperia 1 Mark 4, хорошо разработан для творческих людей и тех, кто хочет потреблять мультимедиа вплоть до включения 3,5-мм разъема для наушников. Sony Xperia 1 Mark 4 тоже скоростной, но по большей части это действительно высококлассное устройство. А вот, например, телефон Sony Xperia 5 Mark 3 с удлиненным дизайном, ориентированным на медиаконтент в альбомной ориентации, отличный вариант для тех, кто любит стримить на ходу. Наряду с этим он имеет отличную производительность для своего размера и фантастическую систему с тремя камерами, которая очень гибкая. Ему не хватает нескольких тонкостей, таких как беспроводная зарядка и его экран не такой четкий, как у других телефонов Sony. Но с акцентом на мультимедиа вплоть до сильного звука он по-прежнему привлекателен, если вы можете позволить себе его цену. В частности, обратите внимание на многофункциональный опыт в фотографии. Скорость и точность – это главное в системе камер Sony, и это имеет большое значение. Бюджетная линейка, кажется, продается хорошо, и на это есть веская причина. Комплектация за свои деньги всегда просто великолепная. Sony проделала отличную работу над Xperia 10 Mark 3, и ставки на следующую модель были высоки. Затем появился Xperia 10 Mark 4, предлагающий потрясающее время автономной работы. Что же может нам дать Xperia 10 Mark 5? Вместе с Xperia 10 Mark 5 пришли некоторые важные обновления, и модель еще больше совершенствует 10 серию. Вы получаете тот же 6-дюймовый LED-экран без вырезов. Настоящее удовольствие в столь доступном смартфоне. Качество сборки и материалы стали немного лучше, а объем оперативной памяти увеличился по сравнению с предыдущим поколением. Кое-где еще есть небольшие апгрейды, но в целом дух этого бюджетного предложения остался прежним. Основная камера теперь имеет большую матрицу, дисплей на 50% ярче, а также есть стереофонический фронтальный динамик. Наслаждение для такого бюджетного телефона. Еще один параметр, над которым Sony отлично поработал, это автономность. Вместить батарею емкостью 5000 мАч в тот же корпус, само по себе непростая задача. Вообще, Xperia 10 Mark 5 на миллиметр меньше, чем его предшественник. А в сочетании с OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и скромным набором микросхем, это дает рекордные показатели жизни батареи. Этот телефон наш новый чемпион по времени автономной работы. Хотя Sony и потеряла былую популярность, они продолжают выпускать интересные и мощные устройства. Пиши в комментариях, что думаешь про смартфоны от Sony, про лайк и подписку не забывай и смотри вот это видео, если слово Nokia вызывает у тебя теплое чувство.